Около 70 фур стоит в Новоазовске под российской таможней. Очередь из длинномеров тянется полтора километра. Водители говорят, грузовики пересекают границу крайне медленно. В очереди автомобили не только с украинскими номерами. Здесь машины из Турции, Узбекистана, Молдовы, Казахстана. Вадим Колесниченко из Херсона в Азербайджан везет семечки. Говорит, обычно этот маршрут преодолевал за три дня. В этот раз четвертые сутки не может пересечь российскую границу. Вчера заехала часов в 8 вечера до пересменки. С десяток машин забили полностью нейтралку и продвижения нет. Ни одна машина не зашла за 16 часов. В 11 утра на таможне возобновилось движение. Около десятка фур запустили на украинский пункт пропуска. По словам водителей, это машины, которые едут в Россию. Транзитный транспорт ждет в стороне. Ну сейчас, по-моему, зашли там пару машин, которые на Россию идут. Я иду транзитами на Армению. Непонятно, что у меня будет, как оно будет. У нас есть вот это международное страхование, есть тир вот этот. Для всей Европы Украина идет, а для России уже он не идет. Они что-то новое придумали, не знаю. Дальнобойщики жалуются, что условий для них нет никаких. Биотуалеты привезли только накануне вечером. Питьевой воды нет. А цены в придорожном кафе мгновенно подскочили. Возьмите, поснимайте тут кафе, цены какие. Сами видите, какие условия. Воды негде набрать. Батон хлеба 10 гривен. Вот вам и все условия. Сколько у вас стоит батон хлеба? 4 гривен. А почему водители говорят 10? Понятие. Вчера он тоже к нам пришли, сказали 15 гривен. Я говорю, откуда такие цены? Хозяйка сказала, в такой ситуации продавать без наценки. В основном водители все едут, у них свои продукты. Консервы, колбасы. Заходят только по крайней необходимости. Сигареты вот это взять. Кто иногда водичку. Местная власть утверждает, эти вопросы взяли на контроль и за ситуацией следят. Вода подвезена, машина МЧС там раздает воду. Просто, наверное, не сразу предупредили водителей. Значит, мониторим цены в кафе, чтобы они не завышались. Вот вчера буквально все были предупреждены предприниматели о том, чтобы они не создавали ажиотаж. Украинские таможенники уверяют, с их стороны задержек нет. Полуторакилометровая очередь выстроилась по вине российских коллег. Таможенные органы, подчиненные Южному таможенному управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, стали применять дополнительные меры гарантирования доставки грузов, которые перемещаются. Теперь для пересечения российской границы водители фур должны иметь дополнительные документы и оплатить страховку груза. Прогнозировать, как долго на таможне простоят длинномеры, никто не берется. Дарья Захарова, Роман Фролов, Панорама.